Сталкивались ли вы когда-нибудь с банковским мошенниками? Зачастую эти люди не имеют никакого отношения к банку. Но что если вам скажу, что зачастую сотрудники банка могут быть частью преступной схемы? 300 граждан России стали жертвой схемы, когда на них были повешены кредиты, которых они не брали. Схема с банком ВТБ. Абсолютно топорная и дерзкая схема, требующая тщательного расследования со стороны Банка России и следственных органов. Схема работает так. Человек долгое время не пользуется сим-картой и поэтому через полгода-год оператор сотовой связи, в этом случае всегда МТС, регистрирует сим-карту на другого. И этот другой почему-то оказывается злоумышленником, преступником. Он без труда восстанавливает пароль и доступ к приложению ВТБ. Что удивительно, он, естественно, знает, когда получает сим-карту, что к этому номеру привязано приложение Банка ВТБ. Получает доступ, делает заявку на кредит, беспрепятственно получает ту сумму, которую просил. И что здесь удивительно, ни одна система контроля банка не срабатывает. Ни одна из степеней защиты не срабатывает. Хотя банк ВТБ, такой мощнейший банк, обладает новыми супертехнологиями всеми, да, и спокойно выдает кредиты. Мне бы показалось странным хотя бы то, что человек, который просит кредиты, уже полгода или год не пользуется приложением банка. А тут вдруг ему понадобился кредит, и ему беспрепятственно он выдается. У него не запрашиваются ни актуальные паспортные данные, ничего, ни данные о финансовом состоянии. В этой ситуации как действовать? Сейчас банк ВТБ, к чести, кстати, банка, аннулировал кредиты, признал их незаключенными, признал то обстоятельство, что эти граждане не получали кредит, воспользовались их данными и приложением, и номером телефона, мошенники. В течение где-то 15 дней, 20 дней банк направил письма этим гражданам, что он аннулировал все кредитные обязательства, якобы появившиеся, и соответствующую запись внес в бюро кредитных историй. Но однако мне известны другие случаи, например, как с банком Хоум Кредит, где люди вынуждены судиться годами, дабы доказать, что если их данными воспользовался другой человек, то за это должен нести ответственность банк, а не заемщик. Как сделать так, чтобы не попасть в эту ситуацию? Если вы долго не пользуетесь приложением, не планируете пользоваться вообще услугами какого-то конкретно банка, надо не просто прийти в банк и попросить закрыть счет, надо получить справку с подписью и печатью банка о том, что счет этот закрыт. Хранить эту справку в электронном виде, потому что на бумаге можно потерять в любой момент. Если такая ситуация приключилась, во-первых, запросить от оператора сотовой связи справку о том, что вы больше не пользователь, не владелец этого номера, и немедленно написать в банк письмо с требованием аннулировать кредитное обязательство, так как вы этот кредит не получали. Если не помогает, одновременно с этим обратиться в правоохранительные органы, в полицию с требованием возбудить уголовное дело в связи с попыткой похитить принадлежащие вам денежные средства. Кстати, интересный момент. Во многих случаях, почти во всех, потерпевшим почему-то признается сам банк, хотя, в общем-то, вся ситуация и все объективные данные, которые есть, указывают на то, что сам банк эти схемы может и организовывать. Я с этим, например, не согласен и считаю, что в этой ситуации, если банк добровольно не аннулирует сам кредитное обязательство, то потерпевшим должен признаваться гражданин, на которого таким образом повесили кредитное обязательство, а подозреваемых искать уже среди сотрудников банка, ну и оператора сотовой связи, вероятно. Кстати, вот что здесь интересно, в этой схеме, как я уже говорил с банком ВТБ, оператор сотовой связи всегда МТС и никакая более другая компания. Вообще, в жизни много приключается ситуации, где проблемы с законом, проблемы с государственными органами, и человек не знает, как действовать, как поступить в том или ином случае. Советую всегда обращаться к юристам, причем к сведущим. Необходимо удостовериться, что юрист в этой ситуации компетентен, разбирается, имел опыт разрешения подобных ситуаций. Ту ситуацию, которую я сейчас рассказал, является необычной, можно сказать, аномальной. Не любой юрист и адвокат может дать добрый совет, самый главный компетентный совет, как действовать, как доказать, что ты не получал кредит, и аннулировать кредитное обязательство. Ну и подписывайтесь на мои социальные сети, будете всегда в курсе самых последних новостей из мира юриспруденции, а самое главное, будете обладать качественными и эффективными инструментами разрешения самых сложных юридических проблем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok